В пятницу Ивановские наркополицейские подвели итоги года. Свои достижения сотрудники УФСКН измеряют в килограммах. За 2012 год из незаконного оборота было изъято более 83 килограммов наркотических средств, что на 15% больше, чем в 2011. За последние годы вкусовые пристрастия наркозависимых существенно изменились. В основном, конечно, Ивановская область специализировалась на изъятиях крупных партий наркотиков как героин. Но вот в этом году, в 2012 прошедшем году, было изъято 12 килограммов, в прошлом году порядка 17, позапрошлом 21, меньше стало изыматься. Но, наверное, это связано и с нашей какой-то профессиональной деятельностью, и, наверное, с дороговизной. А вот растительное производство наркотики, они, конечно, совсем дешевые, они растут. Так, марихуана изъято 47 килограммов, маковой соломы – 17, гашиша – почти 5 кило. В минувшем году полицейские ликвидировали 19 притонов. Ноу-хау 2012-го введение запрета на так называемый веселящий газ. В этом направлении наркополицейские также активно работают. Каждый день мы проводим рейдовые мероприятия по различным веселительным заведениям, ночным клубам, где хотим выявить такие факты продажи или сбыта. Могу сказать, что в течение ряда последних 3-4 месяцев таких фактов выявлено не было. А до этого, по-моему, 10 газовых баллонов, вот таких мы изъяли, в общем-то, материалы подготовили и направили по последствии в Следственный комитет. Продолжается работа по добровольному тестированию молодежи. В 2012 году тестирование проведено в 107 образовательных учреждениях среднего и начального профессионального образования, в 10 муниципальных образованиях. Обследовано 5703 ребенка. Выявлено 19 возможных потребителей психоактивных веществ. В минувшем году почти вдвое по сравнению с 2011-м снизились объемы реализации КДН-содержащих. И все благодаря закону, по которому обезболивающие препараты не отпускаются из аптек без рецептов. Однако безрецептурная продажа все же продолжается. Но с этим уже предстоит бороться другим ведомствам.